друзья всем доброе утро сегодня масленица воскресенье поздравляю вас всех с этим праздником с началом весны потому что все наверное знаете да этот праздник олицетворяет как-то с начала весны грузии этот праздник вроде бы как не празднуется по крайней мере у меня никаких нет сведений об этом вот но мы сегодня конечно же обязательно напекем блинов ближе к вечеру сегодня у меня очередная поездка коммерческий выезд на водопады вот и решил по старой доброй традиции взять вас с собой сейчас буквально через пять минут я выезжаю и думаю что поснимаю самые интересные места которые мы будем посещать надеюсь водопады после дождей полноводные и нас ждут очень классные эмоции ну и виды конечно же так все я сажусь выезжаем и в дороге еще пообщаюсь есть не несколько моментов вам рассказать которые произошли за этой неделе в общем поехали так ну что выезжаем в батуми и погода кстати сегодня такая знаете пограничная потому что вчера весь день дождь лил сегодня сегодня вроде бы как получше погодка обещает а завтра по прогнозам опять дожди поэтому посмотрим обманывать не обманывать сегодня такое окошечко вроде даже после обеда сказали как будут солнышко в общем что я хотел сказать вам друзья как я обещал прошлом выпуске планирую я еженедельно выпускать видео и видит бог я обещание свое сдерживал сдержал но значит снял я был я на этой неделе в одном интересном месте называется парк музыкантов и значит снял видео об этом месте погуляли в зашли в поселок шиквити ли и принципе как мне показалось очень такой интересный музыкальный выпуск получился но правилами youtube а значит были заблокированы некоторые музыкальные композиции сразу скажу что есть здесь недалеко от батуми такая локация парк музыкантов там находится фигурки статуи известных мировых музыкальных исполнителей грузинских мировых и значит подходишь к нему там датчик движения срабатывает и включается одна из там пяти шести композиции известных этого музыканта в общем атмосферное место на самом деле вот хотелось вам показать его и что вы думаете три или четыре композиции мне youtube заблокировал и причем не просто как бы авторские права а заблокировал именно показ на территории российской федерации ну а так как основные конечно же у меня подписчики пользователей мои скажем так люди кто смотрит мое видео они конечно же в россии находятся поэтому я его просто взял со злости и удалил в общем смотрите какой вид у нас здесь на батуме открывается до сегодня пасмурно но может быть может быть распогодится в общем удалил я это видео есть у меня еще одно видео тоже там недалеко от этого места находится дендропарк шиквитили ездили мы туда с семьей и и там тоже произошла произошел один казус поехали мы в общем туда уже поздно часа в три мы выехали из батуми а парк работает до шести пока туда-сюда там пока походили пока там чай попили в общем ну сами понимаете да с детьми очень сложно организоваться в общем половину парка я заснял для вас а вторая половина который я очень хотел показать где находится экзотические птицы попугаи лемура она уже к этому времени закрылась то есть охранник нас туда не пустил и вот у меня сейчас дилемма стоит то ли половину этого выпустить и вторую половину потом уже когда будет возможность до снять либо напишите кстати да ребят в комментариях кому интересно и могу сразу как бы половину выпустить я смонтировал уже но вот что думаю может быть объединить уже второй раз когда я туда поеду и уже полный выпуск либо просто как первую часть выпустить чтобы посмотрели что это за место она действительно очень интересная основана на местным олигархом и могу я его уже как в ближайшие дни выложить просмотра поэтому кому интересно пожалуйста напишите либо подождать мне либо первую часть выложить а потом вторую же не знаю как получится до съездить я досниму в общем все с моими делами на этой неделе можно сказать я вас посвятил во все эти дела ютубовские свои значит что у нас по обстановке вообще но выборы до происходит сейчас я так понимаю я честно скажу не знаю можете мне ругать можете нет в общем принципиальную позицию занимаю я не хожу на выборы ну я думаю что вы понимаете почему потому что во первых не вижу в этом смысла конечно же у меня есть своя гражданская позиция но как-либо ее выражать я сейчас данный момент не вижу смысла в общем есть у меня и мнение касаемо политической ситуации три нашего государства в общем останется это все при мне я просто сказал что на выбор я не пойду многие здесь у нас в чатах пишут местных что вроде бы кстати в грузии нет он избирательного участка точнее есть он по моему только в тбилиси находится есть рядом с батуми ближе нам надо в турции и кто-то я даже видел в чатах собирался в турцию ехать чтобы проголосовать на я такой энтузиазм конечно не разделяю в общем выбор для меня просто как прошли в общем мимо хотя вот иногда заходишь в ленту там в контакте просто знакомые поголовно все прям фотографии размещают что мы на выборы мы там то есть людей это видимо какой-то праздник ну ладно не будем политики в общем сейчас мы с вами уже практически подъезжаем к батуми старому городу значит планок смотрите у меня сбор собирая туристам где-то в 11 часов а я выехал пораньше в 10 потому что сейчас я хочу с вами зайти еще немножко по старому городу до магазина в общем вчера подыскали кеды хорошие по размеру ребенка но боимся что они сегодня могут улететь вот и вчера просто на руках не было нужной суммы которая с которой стоили эти кеды в общем сегодня еду их плю и покажу вам магазин здесь он распространенный не сетевой где скажем так одежда обувь более-менее нормальной по приемлемой цене что сцены здесь на вещи конечно же очень очень завышены относительно конечно россии вот и немножко мы с вами прогуляемся к этому магазину покажу вам немножечко турецкий квартал и старый город вот а сейчас справа справа по курсу это начинаются терминалы значит таможенные раньше сюда в большом количестве приезжали суда японии с америке значит сейчас последнее время вроде бы как сказали что батуми перестала принимать перестанет принимать вот эти товары но автомобили бэушные автомобили и все будут сейчас в поте в основном но посмотрим хоть в поте и так кстати очень большое количество автомобилей приезжает с америке япония тоже по известным причинам пока что перекрыта вот слишком не экономично возить оттуда в общем это территория справа от нас морского порта порта не знаю как правильно сказать слева от нас за железнодорожными путями рынок бони очень известный рынок продуктовый практически все туристы кто приезжает они здесь сюда ходят там за специями за всякими вещами а вот с левой стороны посмотрите очень интересное место это лютеранская не церковь как не за костел называют я там кстати ни разу не был еще внутри вот не знаю стесняюсь зайти ну надо как-нибудь будет наверное сходить вот а это уже начинается центр центральная часть историческая часть так называемый старый город сейчас мы здесь где-то чуть подальше припаркуемся с правой стороны посмотрите наследие советских времен комета ракета не знаю как называется сочи батуми раньше курсировал здесь рейс такой а вот еще чуть подальше видите кабинка стоит вот это значит канатная дорога арго с правой стороны начинается этот значит и очень много людей в летний период ее посещать честно скажу был я на канатке на этой на верхней станции но я туда пешком ходил так это значит нас дорога пошла шерифа химшашвили это набережная вот а мы поедем с вами по центральной части города сейчас надо тут главное найти припарковаться где и дальше уже магазину сходим так в общем он решил и заехать уже непосредственно к магазину магазин называется вайкики кстати кто знает что такое вайкики пишите в комментариях я обязательно отвечу потом интернете конечно посмотрите вот но это не просто название на самом деле это придуманное какое-то это действительно есть такое место очень известная в общем это магазин сетевой тоже продуктовый а мы сейчас с вами зайдем уже искать эти кроссовки детская 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 одежда буду вкуснее ну вот посмотрите да достаточно большой такой ассортимент так по выбору сейчас хотя бы вам что-нибудь показать так вот смотрите к примеру пола до 34 лара стоит умножайте на 35 рублей 1 марта 35 рублей сейчас стоит такие цены это причем бюджетные такие здесь то скидки бывают а так вообще стоит это конечно все много дороже так ну вот купил я такие киры детские значит стоит 159 лар я говорил уже умножайте на 35 не знаю многое зали мало давно я не был магазинах россии в общем такие вот здесь цена так магазин на самом деле очень хороший большой выбор большой ассортимент так ну что сейчас я кеды положу и мы с вами немножко прогуляемся по округе далеко ходить не будем так давайте начнем с этого места называется турецкий квартал там чуть подальше мечеть я вообще конечно планирую отдельно как-то выпуск делать походить здесь просто раз уже заехали пути вот мечеть мечеть называется орто джами здесь можно периодически слышать звуки муэдзина который там читает коран они там что в общем молитвы свои читают и знаете очень так интересно читается потому что совсем недалеко мы туда не пойдем поскольку недалеко находится церковь николая с этого николая самая древняя самая старая церковь вообще в батуми мечеть вот это вторая второе религиозное сооружение по скажем так по возрасту малолюдно народ еще спит здесь кстати батуми очень поздно просыпаются люди сейчас мы один квартал пройдем налево поверну то есть мы сейчас идем с вами параллельно набережной с правой стороны набережная с левой стороны уже центральная часть города видите сколько много кальянов все это днем конечно же заполнено дыхающими туристами ну и местными турками так вот смотрите видите вот там уже морской порт набережная следующая улица идет а это все это все старый город считается так еще сейчас повернем налево впереди кстати атмосферное такое здание стоит многие любят фотографироваться красивые фотографии инстаграм на я здесь получается кстати я собою проходить я покажу очень много здесь типа салонов массажа с левой стороны видите типа тайский массаж и весь старый город он через каждый там нет метров сто эти массажные салоны смотрите еще один но понимаете да такие услуги там оказывается вот и это тоже одна из причинку почему сюда приезжают много арабов и жителей стран где где очень много ограничений казино доступные женщины вот там тоже весьма массажные салоны кругом но вот эту улица очень часто вы можете встретить на фотографиях инстаграм инстаграмных практически всех туристов там дальше идти площадь пьяцы но мы туда не пойдем потому что мне сегодня ехать все за туристами и маршрут не цель наша так буквально чуть-чуть прогуляться показать вам атмосферу этого места помимо массажных салонов есть такие вот бутики которые на мой взгляд вообще абсолютно не рентабельные не знаю доходят я понимаю там даст сувенирчики и пищу можно продавать но когда там центре города продаешь старом городе это туфли или не знаю платье сомневаюсь а здесь целевая аудитория будет именно со вещами ходить сумки там продают на той стороне раздавать туда перейдем покажу вообще что здесь продает такие знаете типа сувенир на сумочные магазины так ну что все давайте уже отправляться дальше кстати мне надо что-то еще час на обед взять покушать сейчас и наверно быстренько до магазина дойду и потом уже с вами встретимся дальше так вышли мы с вами на центральную улицу это скажем так самая наверное такая ходовая точка и обменники можно более-менее по выгодному курсу обменять валюту дальше твилисская площадь а сзади нас это канатная дорога арго здесь кстати бассейн есть у меня дочка сюда ходит на крыше очень большой олимпийский размеры смотрите что я обычно беру а вот что я беру кстати этого по моему нету так 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 гамар джоба есть вас куриный рулет до есть такая классная штука вот так выглядит только здесь там мясо курицы такое дробно дробленное два минуты подожду конечно да вот ну и вот можете ну и конечно же хичапури какие на любой вкус вообще местные они предпочитают лабиани вот здесь просто хлебом не кормить даем лабиани лабиани это вот смотрите это фасоль бывает такая форме треугольника вот в основном это вот такие вот штуки внутри фасоль либо такие вот штуки но это куб дари куб дари знаете на мясо такой пирог исландский осетинский исландский аджарская пицца в общем вот такой местность из фастфуд очень много людей питается именно обедает по крайней мере именно так но какой у нас сегодня курс кстати курс вырос 71 это не очень хорошо потому что был буквально неделю назад 266 ну ладно что ты тоже голодный до пес ладно покупаю я и дальше отправляемся а там кстати цветочный рынок и вообще рынки для местных где можно найти вещи по сниженным ценам так ну что такое я купил рулетик с курицей горячий прям вообще нести не возможно очень вкусный покажу начинку попозже так но сейчас мы с вами двигаемся по улице чевчевадзе центральная улица практически идет через весь город и я вам скажу что сейчас практически она пустая потому что днем и вечером особенно когда заканчивается работа у людей здесь пробки будь здоров ну ладно нам это на руку да и пока мы едем друзья немного о манере вождения в очередной раз хотел сказать местным конечно человек приезжий первое время если будет здесь за рулем ездить первое время будет просто в шоке от того как тут местные управляют своими автомобилями но это просто жесть такое ощущение что они правила пдд вообще не знают или выучили нос мы все учили сдавали экзамен потом резко забыли но вот то есть не соблюдают вообще абсолютно ничего и самое значит самое интересное что здесь очень мало дтп я вот сколько здесь хожу езжу очень очень редко видел здесь дтп ну как бы как тут умудряются конечно в основном многие договариваются сразу на месте потому что здесь если ты вызываешь сотрудников оформляешь это все через полицейских то штраф надо хороший такой заплатить и многие просто говорят лучше давай деньгами там пострадавшей стороне но это если конечно ситуация неспорная и в основном все так договариваются на месте в общем если будете здесь ездить за рулем держите ухо вострова потому что здесь конечно же очень не агрессивная манера вождения и наглая и в целом надо быть как бы очень собранным и внимательным так приехали мы на нашу первую точку это место слияния двух рек сегодня очень хорошая видимость и четко прослеживается как раз разделение цветов с левой стороны река аджарискали которая течет через всю аджарию с востока на запад и вдоль которой мы сегодня будем ехать прямо перед нами река чурохи которая со стороны турции впадает втекает и здесь уже объединяются они и совместно несут свои воды к морю в общем очень красиво место и здесь летом очень много людей река чурохи турецкая на 497 километров примерно у нее продолжительность и здесь на территории грузии она течет всего лишь 23 километра все все свое число эти протяженность она идет по территории турции в общем погода пока что не налаживается пасмурно накрабывает маленький дождик но в целом нормально здесь парковка такая людей не так много место красивое да так что это обязательно все кто ездит в горную аджари обязательно сюда заезжают приехали мы на следующую нашу локацию лапа от масштейте самый высокий водопад от жаре у меня уже был выпуск с этим туром водопад вы этот видели уже сейчас он вроде бы на мой взгляд немножко поменьше но тем не менее конечно эффект все равно производит вал у нас кстати дождь пошел здесь маленький людей все так же не так много но и сейчас уже поближе подойдем покажу вам этот водопад водопад конечно просто бомба ну что друзья все водопад масштейте людей не так много это здорово самый высокий водопад в аджаре 40 метров даже у меня не влазит камера так ну а вот информационный стол моя табличка висит я стараюсь на каждом на каждом объекте вешать стикер в разрешенных местах конечно не на информационных это сейчас далека попробую снимать еще ну что мы дальше идем следующая остановка у нас это мост мост через реку аджаре скале мост цариц тамары там тоже поснимаем ну что мы пришли на мост цариц тамары это река аджаре скале и гэс гэс это знаменитое которые которые я говорил в прошлом выпуске так выглядит мост я все с обратной стороны чуть сниму скользко подскользнулся мосту ребята больше ну почти тысячи лет такой вид открывается в сторону батуми и в сторону горной аджаре в сторону фуллокеды так ну вот у нас по которым мы гуляли людей мало дождь идет так ну вот остановились на напротив к виду к хотел снять водопад смотрите какой красивый стекает а мы сейчас поднимаемся вот сюда на это к виду как ребята пошли уже раз поднимемся и оттуда уже поснимаем это действующий представляете по нему вода течет на вершину на вершину такая лестница внизу река аджаре скале часто пойдем вот так вот что мы решили к виду к с левой стороны река аджаре скале дорога горную аджаре с правой стороны откуда мы приехали за поворотом водопад мохонцете дорога основная и река аджаре скале а вот это к виду ребята тоже ему почти 100 лет строили люди до сих пор действующий очень красиво что все поедем в аджарский винный дом приехали на обед аджарский винный дом это у меня всегда пунктик моих турах для обеда очень красивое место сегодня здесь камин очень тепло сейчас закажем и пойдем гулять по этой территории а здесь действительно есть что посмотреть интересно камин здесь камин здесь а еще посмотрите эти с бутылки какая композиция и вот здесь я специально сейчас чуть-чуть разжег что посмотрите как это атмосферное место всегда когда нахожусь в этих краях заезжаю сюда на обед я уже говорил приветливый персонал вкусная еда да здесь конечно подороже чем батуми но атмосфера и скажем так то ощущение это испытываешь находясь здесь она того стоит сейчас я быстренько по территории пройдусь уже заказали здесь есть винодельный винодавильный точнее это давили 16 века высеченный из камня сюда вот как раз виноград закидывают и давят его там через отверстие не текает слева у них него небольшой такой пруд осетр видите плавает осетр летом форель видимо форель нам не переносит температур который сейчас находится и убрали осетр пофигу это у них место для торжеств банкетов пока что стоит пустым невостребованным территория очень интересная разнообразная сейчас еще внутрь зайдем и для каких-то торжеств и каких-то праздничных мероприятий она конечно идеально подходит недалеко от батуми но будьте готовы что стоит это но подороже чем батуми скажем так подороже летом мы обычно там сидим ветерок прохладный кругом жара но не сезон зимой осенью весной когда плохая погода мы внутрь конечно же заходим посмотрите кто здесь фотографии одни из почетных гостей узнали надо кто не узнал пишите в комментариях отвечу летом здесь проводится винные экскурсии вместе с дегустацией в том году 30 лет стоило сидит с дедушка который рассказывает о вине он очень много всего знает ну и соответственно продукция представлена продукция местная вся бренд у них называется порто франко помимо вина есть коньяки чачи бренди в общем все все что все что угодно душе сейчас пойдемте еще вниз спустимся маране ну и вот цены посмотрите какие здесь цены конечно же дороже чем батуми так здесь дальше движение стоит сейчас свет включится все и вот маране не помню я показывал не показывал в прошлых выпусках так вообще по идее типичный маране выглядит в грузии здесь это больше как туристическое такое место туристическая локация чтобы люди пока ждут обед погулять посмотрели квеври и в целом квеври они зарываются в землю здесь такие стерилизованные заглушки деревянные стоят в действующих маране они конечно же так и выглядят то есть круглые такие деревянные заглушки крышки а внизу закапан квеври различных они объемов в земле туда насыпается вино сок виноград и все это дело там бродит ну и в бочках здесь у них чача чача вино здесь я с туристом рассказываю про виноделие рассказываю вообще полностью всю историю от сбора винограда до скажем так его расфасовывания в бутылке как это все происходит сейчас я не буду конечно рассказывать времени много занимает вот такой маленький музейчик бутылки советских времен все они были раньше заполнены грузинским вином такой вот тоже маленький музей экспонаты тоже все это дело рассказываю быта джарский быт там комната для дегустации все пойдемте наверх поднимемся так приехали мы к въезду национальный парк мачахела вот он въезд идет и идет дорога у меня есть выпуски где по этому ущелью гуляю я его прошел тоже неоднократно там в одну и в другую сторону есть на самом деле да там что посмотреть сегодня хотел внимание застрить вот на этом объекте это памятник мачахельскому ружью я уже сейчас туристам своим сказал очень много у меня возникало дискуссий с местными которые утверждают якобы здесь в мачахельском ущелье в кустарных условиях производили вот такие ружья как здесь представлены памятники ружья они отличались безотказностью своею они стреляли на долгие на дальние расстояния говорят 500 метров брала это ружье ну и вообще в целом были знаете такие элитные как бы элитное вооружение не знаю я если честно не особо доверяя этому факту или не факту в общем этой теории но местные говорят что якобы здесь они где-то эти ружья производили я в интернете не информации не нашел об этом так ли это или нет и наверху еще есть один объект такой туристический вот там флаг развивается это крепость гвара средневековая крепость здесь до турции буквально 500 метров вот сейчас мы повернули сюда вот налево если через мост проехать там 500 метров и погран застава и дорога идет с турции достаточно такая по ущелью хорошая то есть раньше средневековья отсюда шли здесь здесь встречались торговые караваны ну и соответственно войска тоже проходили вот отсюда они шли из мачахельского ущелья отсюда то есть длина мачахельского ущелья на грузинской стороне где-то порядка 27 к 25 км дальше она уже на территории турции и соответственно кто владел вот этим укреплением тот брал мзду со всех этих торговцев то есть это знаете такие типа таможенки были средневековая таможня а сейчас мы повернем обратно и поедем уже в сторону деревни мир в эти там еще один водопад прогуляемся по деревне и я вам тоже покажу эту деревушку вот ну а туристов и отправил он туда на мост там есть мост пешеходный они там сейчас гуляют по нему чем мачахельский национальный парк очень интересное место для прогулок тоже рекомендую всем обязательно туда сюда съездить чем славится мачахела вот с этим я конечно же вот уже согласен и неоднократно проверял это медом своим здесь есть большие территории где произрастает каштан и вот каштановый мед конечно он он во-первых лечебный вот немножко горьковатый такой темного цвета но очень вкусный и самое главное что он лечебный а здесь вот вот видите как раз мед то есть это вот кузница это мед значит ну и сама карта мачахельского ущелья вот мы здесь находимся река чурохи и вот оно мачахельское ущелье идет сюда вплоть до турецкой границы вот турецкой границы ехали мы по ущелье реке аджерискали то есть она параллельно практически идет здесь я тоже гулял уже по шапшетскому хребту здесь есть гора вот она архангела не помню видео у меня есть нету гора милисят точно есть видео у меня про схождения на эту гору ну а здесь уже вот турецкая граница идет вот виды честно скажу конечно потрясающие вот видите можете на фотографии какие виды здесь открываются тоже есть водопады, арочные мосты и в целом есть на что посмотреть вот такие у нас горы окружают нависают очень много сейчас уже почек открывается еще пару недель и все и листья пойдут будет все зеленое и все красиво а вот здесь летом у меня туристы купаются когда с крепости спускаются уставшие там вот есть такой пляжик ну и вот тоже пляжик и здесь достаточно глубокая такая вода течение правда немножко и вода прохладная освежает прямо хорошо под речком а сегодня кстати цвет воды в Чурохе просто шикарный посмотрите мы скоро будем проходить по мосту через эту реку я обязательно сниму как она какого она цвета ну что друзья мы подошли с вами к водопаду Мирвете подходим точнее это вот заросли самшита раньше здесь была самшитовая роща потом ее всю съел съела ли бабочки бабочка-огневка я эту историю уже рассказывал в прошлых выпусках сейчас вкратце скажу при строительстве олимпиады завезли брус из Италии где были личинки бабочки-огневки вот когда выгрузили брус поставили его сушиться она раздублилась раскуклилась в общем вылупились бабочки и они сначала в сочинском заповеднике весь самшит съели потом в Абхазии и со временем добрались до Грузии в общем вот так вот хотели как лучше получилось как всегда дорожку вот эту сделали совсем недавно еще в прошлом летом ее не было вот осенью ее начали делать облагородились сейчас туристы идут к водопаду через дорожку ну по тропинке точнее а раньше ходили мы по по обычной тропинке с грязью со снегом и сюда везде водопад водопад не скажу что не один из моих самых любимых но один из самых близких к Батуми однозначно заслуживает внимания вашего хотя бы один раз здесь стоит побывать там еще чаша есть небольшая и летом там даже можно искупаться а вот здесь раньше друзья было дерево такое прям большое и все его всегда перенаклонялись даже было и было это пару случаев головой люди бились я удивлялся почему сотрудники нас парка его не спили ну вот не прошло и сколько лет его все таки спилили а вот водопад Мир Вейти людей не так много это хорошо так ну и еще к одному мосту подошли к Мир Вейти сейчас хотел рычаёчек заснять с водопада идет вот это уже не царец Тамары мост он помоложе будет потому что видите и немножко другая уже основание фундамент архитектура отличается мост Мир Вейти называется арочный мост а я сейчас пойду ребятам покажу киви где растет дерево киви вот смотрите видите у нас все цветает вот стоит плодовое какое-то дерево вишня сливы яблони не знаю что но сейчас в Аджаре все цветет и кстати листики посмотрите у нас тоже все начинает зеленеть еще пару недель конечно и все будет зеленое ну что все мы с водопада возвращаемся назад и вот сейчас на мосту остановился хотел поснимать цвет воды это вот река Чурохи это в сторону Батуми вид водопад вот там находится в том распадке а это как раз метров пятьсот за поворотом вот та гора вот это уже Турция вот поэтому и посмотрите друзья вот мост да а здесь машина ездит мостом в общем цвет воды конечно просто обалденный проехал 790 номер видимо первый раз едет сам наверное испуганный я тоже если честно в 19-м году по этому мосту ездил на машине тоже глаза были такие думал да как тут люди ездят но ездят же и сам поехал но было стремно ехать прямо в притирочку смотрите какая вода цвет вот если бы такая вода впадала бы у нас в черное море то все пляжи бы которые в Батуми они были бы очень чистые все море а так она когда встречается в Саджарискале она становится темной бурой такой и потом все это вся эта грязь впадает в море и все и побережье Патуми оно окрашивается совсем другой цвет моря все идем назад так ну приехали мы на нашу заключительную локацию это так называемый водопад любви вот он прямо рядом с трассой он находится на Чакельское ущелье вот оттуда мы приехали соответственно сторона Батуми сейчас поднимемся я вам покажу здесь кафешка летом работает прямо внутри этого водопада и можно помимо того что ты просто любуешься водопадом еще и перекусить очень вкусно ну по крайней мере в девятнадцатом году мы здесь были с семьей очень вкусно и атмосферно беседки прямо расположены так вот вокруг водопада органично они так вписаны в общем нам понравилось думаю что в этом году они тоже будут работать вот там мы сидели он там прям сам на самом верху ну а вот сам водопадик ну а вот сам водопадик здесь тоже вот беседки ну и смотрите как сегодня слияние двух рек вода хорошо прям отчетливо разделяется видите да река Чурохи а вот это река Джерискали два разных цвета ну что друзья потихоньку заканчивается наша сегодняшняя поездка кстати погода разошлась тучи уходят видите даже небо проглядывает сейчас дойдем еще с вами до реки больно цвет сегодня красивой воды прям четкое разделение сейчас будем выдвигаться в сторону Батуми оставлю я завезу туристов и отправлюсь домой смотрите смотрите как красиво да сегодня прям ровно посередине место слияния двух рек Чурохи направо заискали вдоль трассы налево в сторону Батуми и прямо разделение вот это вот друзья вот это гора гора Архангела туда туда есть пеший маршрут и с вершины открывается очень потрясающий вид на Батуми и вообще на окрестности ну на мой все спускаются ребята все отправляемся в Батуми так ну все друзья мы уже в Батуми высадил я пассажиров своих и еду домой здесь посмотрите солнце практически чистое небо в общем погода совсем другая она в принципе там и уже в горах расходил расходиться начала сейчас еще поснимаю возле моря дорогу а так в принципе туристам вроде все понравилось я не снимаю наши диалоги потому что как-то не знаю неудобно люди разные бывают не всем хочется там как бы попадать в соцсети и скажем так афишироваться поэтому была значит у меня женщина девушка женщина значит с Москвы компания у нее релацировалась сюда в Грузию работали они с австрийскими с какими-то производителями и соответственно по известным событиям невозможно стало работать уже в Москве и они сюда релацировались вот а парень был второй с Одессы вот жил в Польше долгое время и сейчас переехал в Батуми не понравилось ему там в Польше в Европе переехал в Батуми ну в Батуми ему тоже не особо заходят не нравится да здесь свой такой менталитет свой вайб надо к нему привыкнуть так ну давайте поснимаю еще центральную часть сейчас мы выехали опять на улицу Чурчавадзе сейчас подъезжаем к Тбилисской площади слева сейчас будет значит кафедральный собор самый главный здесь в Батуми выполнен он кстати вообще не в грузинском не в типичном для Грузии стиле вы знаете больше екатерианский какой-то сейчас вам покажу он правда с левой стороны смотрите если видно вот так вот выглядит не помню он Успения по-моему Богородицы я напишу как он называется точно совсем не грузинский стиль вот но считается самой главной здесь грузин вот а это Тбилисская площадь там сейчас круговая развязка будет и и отсюда отправляются практически все маршрутки Тбилиси с левой стороны это граница старого города старый город начинается где мы сегодня с вами с утра немножко прогулялись справа идет дорога на автовокзал и на рынок Бонни продуктовый рынок Бонни мы с вами двигаемся прямо упремся как раз в канатную станцию Арго и поедем уже направо на выезд из города так ну вот Тбилисская площадь с правой стороны здесь вот парковка стоят маршрутки Тбилиси и улица как раз с обменниками здесь здесь слева сегодня покупал этот забыл его снять свой пирожок куриный рулет очень вкусный кстати они сейчас начали туда добавлять перчик и он такой прям как будто с овощами раньше был сухой сейчас очень вкусный так слева это улочки идут сейчас покажу это улочки старого города туда старый город идет а прямо вдалеке это канатная станция арго ну с правой стороны всякие рынки стихийные базарчики там все продают в основном местные здесь ходят потому что цены дешевые и здесь можно и овощи и фрукты купить дальше чуть подальше на стене улице там хозяйственные всякие магазинчики стоят вот ну канатка видите уже заработала уже ходят вагончики нам на выезд сейчас мимо порта в сторону Махинжавури я еще поеду заеду на родник обычно я в поездке беру с собой пустые баклажки давно уже не покупаем воду в магазинах а собираем ее набираем ее в родниках вот кстати корабль пришел какой-то на разгрузку с утра вроде бы не было его если увидели видно так это гостиница Велман тоже известное место отсюда отправляются тоже многие маршрутки вот дальше видите Велман написано парковка в сторону Кутаиси отправляются в Кабулете в общем тоже парковка территория порта разгрузочная разгрузочная ну а это с правой стороны ветеранская церковь не знаю как она тоже напишу как она называется костер так ну еще решил немного поснимать дорожка в горам тирала в облаках все закрыто сейчас сейчас будем рыбный рынок проезжать тоже одно из обязательных мест посещения если вы в Батуми отдыхаете можно выбрать можно выбрать для себя рыбку и вам ее сразу же дам пожарить есть кафешки прямо на берегу моря можете прийти вам ее сразу готовую принесут с левой стороны можно на общественном транспорте добраться много автобусов здесь ходят с левой стороны это рыбный рынок названия у него нету просто все называют его рыбный рынок там ряды и можно выбрать рыбку так во всем практически выехали из города слева уже море показалось цвет воды сегодня как раз с правой стороны будет железнодорожный вокзал здесь кстати летом очень часто пробки вечером на выезды вся дорога вся эта улица она стоит в пробке вечером часов шесть на выезд с города а вот железнодорожный вокзал прямо с правой стороны а пробка друзья вот здесь постоянно благодаря мосту который мы сейчас будем проезжать потому что здесь две полосы идут а вот этот пресловутый мост который я не знаю когда-нибудь может быть сделают четырех полосах наверное навряд ли вот здесь видите сужение идет дороги и здесь всего лишь одна полоса и вот эти две полосы они начинают здесь перестраиваться все друг друга подрезают все ведут себя вообще ненормально и образуется пробка и она прямо бывает иногда аж из выезда где я вам показывал оттуда и вот до этого моста пробка на самом деле это очень напрягает стоят полицейские регулировщики но они здесь больше знаете так для картинки а вот сейчас будет как раз участок дороги которые мне больше всего нравятся здесь трасса выходит прямо к морю непосредственно особенно когда с той стороны едешь противоположной прямо возле моря едешь то есть с окна прямо моря такое ощущение что рукой можно достать видите сами вот оно прямо рядышком красиво ну и сейчас за мостом начинается уже Махинжаури мое поселение а там вдалеке в Кабулете виднеется не прямо а вот левее там десятков километров от нас это все это вот за мостом уже наш Махинжаури сейчас дает сначала магазинчик надо кефир взять для блинов и потом на родник золотой ну и все дом есть блины центральную часть помните мы когда ходили с вами на город с крестом в прошлом выпуске сейчас сейчас мы здесь остановимся я вам показывал эти магазины магните и другие сетевые вот центральная площадь здесь же дорожный вокзал здесь мы с вами остановимся вот магнит так ну что друзья все будем на этом наверное закругляться всем спасибо за просмотр спасибо что сегодня со мной съездили надеюсь вам понравилась наша поездка мы сейчас едем я еду сейчас за водой заеду за водой и назад домой вот не забудьте про вопрос мой дендропарки если хотите то я в ближайшее время выпущу укороченную часть дендропарка шикветили без попугаев и лемуров вот ну если полную то могу попозже немножечко съездить туда в любом случае и значит уже выпущу полную часть а так не забывайте конечно же писать комментарии ставить свои лайки и следить за дальнейшими выпусками по Грузии сезон начинается весна сегодня масленица же весна начинается будет еще интереснее еще познавательнее давайте до новых встреч пока пока